Всем привет! В этом уроке мы научимся работать с уведомлениями, которые ваше мини-приложение может отправлять пользователям. Уведомления – важная часть любого мини-приложения. Через них вы взаимодействуете с аудиторией, побуждаете повторно запустить приложение или сигнализируете о важном событии внутри приложения. Сегодня мы поговорим о типах уведомлений, как получить разрешение от пользователя на отправку разовых уведомлений, как работать с API ВКонтакте на сервере мини-приложения, узнаем, что такое сервисный ключ приложения и как отправлять уведомления о смене статуса заказа в приложении «Блюдо дня». Уведомления бывают трех типов. Автоматические, которые платформа ВК Миниапс может отправлять неактивным пользователям приложения. Массовые уведомления позволяют сообщать активной аудитории приложения об акции или важных изменениях в приложении. Разве уведомления можно использовать по ситуации. Обратите внимание, что уведомления доступны только для приложений в каталоге. Чтобы отправлять уведомления пользователю, необходимо получить от него на это разрешение. Не все пользователи любят получать уведомления от мини-приложений, поэтому изначально эта возможность отключена. Мы рекомендуем рассказывать пользователям о пользе ваших уведомлений, например, с помощью карточек анбординга на этапе знакомства с приложением. Помните, что важно не злоупотреблять отправку уведомлений и рассылать действительно важную и полезную информацию. Есть два способа получить разрешение на отправку уведомлений. Первый – это когда пользователь самостоятельно включает уведомления из меню приложения. Второй способ – программный. Событие «Wackup WebUp Allow Notifications» показывает пользователю окно с запросом разрешения на отправку уведомлений. Ответ пользователя записывается в результате отработки этого события. Автоматические уведомления настраиваются через административную панель приложения. Можно указать текст уведомлений для пользователей, которые не заходили в мини-приложения 1, 7 или 30 дней. Этот механизм поможет повторно привлечь пользователей в приложение. Обратите внимание, что уведомления начнут рассылаться только после того, как тексты проверят модераторы. У автоматических уведомлений есть свои лимиты. Это позволяет им быть эффективными и не спамить пользователей приложения. Массовые рассылки также запускаются из интерфейса административной панели мини-приложения. Обычно они используются для привлечения внимания к определенным событиям внутри мини-приложения. Например, старт продаж «Черный пятница». У этой функции также есть лимиты и модерация текст-рассылок. Разовые уведомления могут быть максимально персонализированными, поэтому более эффективны для привлечения пользователей в приложение. Лимиты для них – одно уведомление в календарные сутки по часовому поясу Москвы. Давайте разберемся, как отправлять такие уведомления. Мы уже ранее обсуждали упрощенную схему работы мини-приложения. Чтобы отправить уведомления, нужно отправить запрос от бэкэнда мини-приложения в аппе ВКонтакте. Для авторизации запросов от бэкэнда мини-приложения к аппе ВКонтакте используйте сервисный ключ «Доступ», который сообщает ВКонтакте, от имени какого приложения совершается запрос. Метод API для отправки разовых уведомлений, как и некоторые другие методы, доступны только с сервисным ключом доступа. Сервисный ключ можно получить в административной панели приложения. Очень важно не передавать и не хранить его в клиентской части. Он нужен только для серверного взаимодействия с аппе ВКонтакте. Проверить наличие разрешения на отправку уведомлений пользователю можно несколькими способами. Из параметров запуска – VK or Notifications Enabled, либо с помощью API-метода Apps is Notifications Allowed с сервисным ключом доступа. Алгоритм отправки уведомлений выглядит так. Нужно получить параметры запуска, проверить, есть ли разрешение на уведомления, если нет, то запросить разрешение. Если разрешение есть, то отправлять запрос на бэкэнд мини-приложение и оттуда проверять еще раз. Наличие уведомлений с помощью метода Apps is Notifications Allowed. И далее вызвать API-метод Notifications Send Message для отправки уведомления. Если у вас поддержан роутинг по фрагменту, то можно передать его в уведомлении, чтобы пользователь сразу попал на нужную страницу по клику на уведомление. В сервисе «Блюдо дня» как раз мы будем отправлять пользователя сразу на страницу заказа. Посмотрим, например, отправки. Здесь используется библиотека PHP-VK-SDK, которая представляет обертки для обращения с API. Но вы можете использовать любые другие библиотеки для отправки запросов. В примере кода представлен алгоритм формирования текста сообщений для уведомления на основе статуса заказа. Ниже – полученное уведомление в колокольчике. Подведем итоги. Мы познакомились с типами уведомлений и ситуациями, в которых они применяются. Посмотрели, как взаимодействуют бэкэнд-приложения и API ВКонтакте. И научились отправлять разовые уведомления. До встречи на следующих уроках.